В эту среду глава города со своими коллегами устроил объезд новых жилых домов. Строительство некоторых подходило уже к завершению, оставались только мелкие недочеты, а вот какие-то дома были еще в процессе. Обо всем подробнее прямо сейчас. Балящее солнце и жаркая погода в 23 градуса не помешало Ивану Костогризу проследить за тем, как продвигается строительство домов в Новом Уренгое. Первым на пути стал дом 5-4 в микрорайоне «Дружба». Строительство этого многоквартирника уже закончилось, даже раньше установленного срока. Дело осталось только за малым. Закрыть технические вопросы и дом ведут в эксплуатацию. Следующий на очереди жилой дом на улице Петуха. Когда вводим? Ну, буквально. Готовность какая? Ну, в принципе, 99 осталось. Да. А вот, Иван Иванович, да. Проблема в чем заключается? Проблема документации немножко. В некоторых вопросах есть по земельным участкам, там... По земле не у нас. Аккуратный ремонт в подъезде, установленный камерой видеонаблюдения внутри и снаружи. А также шаговая доступность до садика, продуктовых магазинов и кафе. Почти все квартиры здесь, кстати, уже проданы. А эту многоэтажку обещают сдать в 2021 году. На год раньше срока. Мы с опережением идем, у нас много. А сколько квартир продано здесь? Из 202 квартир в остатке сейчас 70. Хорошая реализация, хорошая. А вот жилой дом на Таежной вызвал сомнение у главы города. Строительством занимаются всего 13 человек. И последний этаж еще не закончен. Благоустройство территории и рабочую силу вообще не прикладывали. Сейчас вот здесь они заканчивают пятый этаж. Я думаю, ну, до конца августа мы его закончим. И сразу начинаем делать крышу одновременно. Начинаем делать благоустройство. Вот вам было благоустройство, чтобы ввести в этом году, вам нужно делать благоустройство. А учитывая то, что у нас компании, которые занимаются благоустройством, сегодня перегружены. Очень перегружены. Значит, вам нужно самим делать в основном все благоустройство. Там с компанией заключать только, чтобы они асфальт вам бросили. Если вы асфальт будете. Все, уже заключили, все сделали. Также в Новом Уренгое закончили строительство многоквартирного дома, куда по программе переселения переедут семьи из аварийного жилья. Сейчас рабочие приступили к ремонту фасада, благоустройству двора и установке окон. И последнее вызвало сомнение. А что, окна не пришли или что? Я окна ставлю, окна мы сами делаем. Сами делаете? Да. У вас производство здесь? Молодцы. А что тогда не ставите? Большой объем? Нет, ну там же, до завершения работ внутренних, в последнюю очередь мы их как чистовые ставим. Окна уже есть на этот дом, мы их потихоньку ставим, померяем. Везде одна и та же самая проблема, это как раз строители. Потому что еще период, который был у нас в Уренгое тяжелый, 2-2,5 месяца, когда достаточно серьезная была эпидемиологическая ситуация. И многие даже с Российской Федерации, конечно, опасались приезжать сюда работать. Но тем не менее, все объекты сегодня в работе, практически больших опасений нет. За исключением одного объекта, все остальные. Но мы предполагаем, что 40 тысяч квадратных метров жилья в этом году в Уренгое стаст. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.